Расстояние между стартом и финишем на трассе установлено равным 1000 леницам, будем считать, что метров. Выберем линию из примитивов. Она отличается от линии нарисованных пером или карандашом, тем, что она у нас сдается немножко по-другому. Длина ее 1912. С небольшой погрешностью вам надо будет ответить на вопрос, чем равна погрешность размытки этой трассы или измерения моего. Скопируем. Копирование произведем, удерживая клавишу Alt и перемещая выделенный элемент. Это у нас будет дорожка для второго тела. Одно из тел привяжем к траектории нижней, а второе тело привяжем к траектории длины. Только если делать одинаковую длину и одинаковое время устанавливать, я напомню, что по умолчанию время движения устанавливается равным 10 секундам. Мы изменим длину. Изменим прямо здесь в шкале. Изменим ее на 2000. Но если мы изменим на 2000, начало нее бежит налево, потому что точка регистрации расположена в центре. Поэтому мы перенесем точку регистрации вместо старта. И теперь изменим длину на 2000. И привяжем, скопировав эту трассу и задав движение по этой траектории. Запустим. Старт. Видно, что красный шарик движется быстрее. Во сколько же он быстрее надо узнать? Ну, почти попал. Наверное, на пяти секундах он будет здесь. Субтитры создавал DimaTorzok Точки регистрации внизу. И переместим. Уже не получится. Значит, проверим еще раз. Выделяем наш трассу 4000 и запускаем и запустим.